Айша Тухаева Айша Тухаева Сделано это было для облегчения усвоения знаний о сущности Создателя. Автор Яхья бин Султан Аль-Гамсутль в своем комментарии к Мухтасару более подробно пишет об этих сафатах, знать которые должен каждый мусульманин. В разделе «Верия во Всевышенную Аллах» Али Аль-Гумука говорит, что смысл веры во Всевышенную Аллах заключается в том, что человек верил, что Аллах един, нет у него сотоварища. Что он является предвечным, что он вечный, что ему для него нет времени, что для него не меняется время, как для нас зима, лето, для него такого не бывает. Он не стареет потом. Его никто не родил и он никого не рожает. В комментариях к данным словам Яхья Аль-Гамсутль говорит, что он уже каждый сафат разбирает, приводя довод. Подробное и детальное описание позволяет получить представление о масштабности атрибутов Бога и его действий относительно нас, его созданий. Осознание существования множества миров, понимание времени и пространства в той форме, в которой видим их только мы, люди. Логичное и простое разъяснение того факта, что невозможно существование еще одного Бога, дает возможность, не плутая в долгих умозаключениях, понять главное. Всевышний Аллах один, и нет у Него сотоварища. Яхья Аль-Гамсутль комментирует эти слова, говорит, что если бы у Всевышнего Аллаха был сотоварищ, то или они должны были совершать все деяния совместно, или же каждый по-своему. А если каждый по-своему совершал деяния, например, допустим, один творит на земле, а другой на небесах, то есть один правит небесами, а другой землей. Получается, тот, кто правит небесами, он не может править над землей, то есть его ограничивает кто-то. А Бог, как мы знаем, Он описан могуществом, то есть у Него должно быть полное могущество, Он должен иметь власть над всякой вещью. А если Он так не имеет, значит Он не Бог. Получается, эти два Бога не будут Богами. Богом будет тот, кто поставил им ограничения, кто поставил им, как бы разделил им эту работу. А если допустим, что эти два Бога, которые создают, например, земли и небеса, работают каждый по-своему, каждый по-отдельности, не сообща, получается, если один захотел сотворить этот мир, а другой, если не захотел бы, то этого мира не было бы. То есть их деяния могут отличаться, и их каждый захочет сделать по-своему. И если один захочет создать, а другой захочет, наоборот, уничтожить эту вещь, тогда, получается, этого Алама не было бы, этого мира не было бы, однако этот мир есть, и это указывает на то, что два Бога нет. Такие разъяснения понятны любому человеку. А если кто-то задумывается, а нужно ли мне это знать, то в исламе ответ однозначный – нужно. Знание всегда в приоритете, но главное – это та часть знаний, которая о вере в Аллах, она обязательно. Без этого вера не может быть полноценной, она даже не будет принята. Нужно верить, что всё, что происходит в этом мире, происходит по воле Всевышнего Аллаха. Но, однако, это не указывает на то, что всё, что здесь происходит, например, что этим Аллах доволен. Всё, что здесь создаётся, создаётся по воле Аллаха, однако всё, что человек совершает, этим Аллах недоволен. То, чем Аллах доволен, за это Аллах вознаграждает человека в суде. А то, чем Аллах недоволен, если человек это совершит, то Аллах за это будет наказывать человека. Яхья бен Султан Аль-Гамсутль, написавший книгу комментариев к Мухтасару, всем сердцем хотел уехать в Османскую империю, чтобы расширить свои знания. Он мечтал жить в стране, где господствующей религией был ислам. Но ему это не удалось, и он всю жизнь прожил в Гамсутле, покидая его лишь для получения знаний. Он умер в глубокой старости в 1943 году, когда в селении остались лишь женщины и дети, так как все мужчины ушли на фронт. Редкая рукопись, принадлежащая его перу, опубликована отделом науки и образования и уже есть в продаже в исламских магазинах. Всевышний Аллах велел нам любить своих детей. Любить их вызывает довольство Аллаха, а не потому, что он хорошо учится, во всем слушается, помогает, красивый, умный. Любить ребенка, даже когда он не слушается, даже когда он плохо учится. Ведь если он проживает то, что является для нас проблемой, она доставляет ему не меньше, а то и больше страданий. В рубрике «Умные советы родителям» тезисы Льва Выгодского, педагога, который, несмотря на свою короткую жизнь, успел оставить яркий след в науке воспитания детей. Советский психолог Лев Выгодский прожил всего 37 лет и за это время успел внести очень большой вклад в развитие детской психологии. Хочу рассказать о некоторых тезисах его работ. Первое. Уступайте ребенку, чтобы потом взять верх. В своей книге «Трудное детство» психолог Выгодский приводит пример, как ребенок собирается выбросить ранец в окно, и учительница спокойно разрешает ему это сделать. Ответ ставит ребенка в тупик, и он не делает того, что собирался. Разрешайте делать ребенку то, чего он совсем не ожидает. Вполне возможно, что после этого он потеряет интерес к тому, что задумал, и переключится на что-то другое. Второе. Позвольте ребенку почувствовать себя главным. Да-да, чтобы справиться с неуправляемым ребенком, иногда стоит сделать его главным. Например, обязать его что-то организовать или за что-то отвечать. Тут главное не пропустить момент вседозволенности и аккуратно направить энергию ребенка в нужное русло. Третье. Даже у трудных детей есть плюсы и таланты. Рассмотрите их. Взрослые часто замечают только плохое, забывают похвалить, а сделать лишний раз замечания или поругать не забудут никогда. А ведь на самом деле даже у трудных подростков есть свои плюсы. А Выгодский считал, что трудновоспитуемые дети особенно талантливы. Главное – разглядеть эти таланты и постараться их развить. Четвертое. Ребенок плохо себя ведет не просто так, но это есть всегда причина. Попробуйте поговорить с ним и понаблюдать, когда и при каких обстоятельствах ребенок начинает баловаться. Возможно, только в школе или когда Вы ездите к бабушке в деревню. Среда, в которой находится ребенок, тоже влияет на поведение. Ребенок сам не осознает причины своего плохого поведения. В этом должны разобраться Вы, попытавшись заглянуть вглубь его психики. Пятое. В раннем детстве ребенок не умеет обманывать. Доказательство этого факта был проведен весьма любопытный опыт. Ребенок двух лет легко повторяет за взрослыми фразы Курица идет, собака бежит, но если перед ним посадить некую Таню и сказать «Таня идет в тот момент, когда Таня сидит», ребенок не сможет повторить. Дело в том, что сенсорные и моторные функции в этом возрасте сильно связаны, поэтому малыш в раннем детстве еще не способен выдумывать. Шестое. Позднее развитие так же плохо, как и ранее. Был проведен опыт. Нескольким мальчикам восьми лет дали задачи не по возрасту. Один из детей справился с задачами, рассчитанными на 9-летнего ребенка, а второй – задачами для 12-летнего. То есть один мальчик опережал свой уровень развития на год, а второй – на 4 года. Поэтому важная задача родителя – определить реальный уровень развития своего ребенка и постараться развивать ребенка соответственно этому уровню. Шестое. Не мешайте ребенку исследовать мир. Маленькие дети любопытны от природы и открыты для всего нового. Если ребенок видит коробочку, то непременно нужно ее открыть. Вещи притягивают детей, они хотят их изучить. Главное – не мешать им это делать. Поскольку они дети по своей природе, они интересуются всем тем, что они видят. И это хорошо, и в этом надо их поддержать и стимулировать. Есть такие слова в книгах «Тафакаров» и «Хавкаллах» «Размышляйте о творениях Всевышнего». И это указывает все, что окружает нас. Это указывает на самого Создателя и Творца. В этом плане надо дойти поддержать. Какие ограничения есть в профессии парикмахера и массажиста, когда речь идет о приеме лиц противоположного пола? Можно ли мужчинам отращивать волосы и как строить свой дом, так, чтобы не причинять неудобства соседям? В рубрике «То, что нужно знать об исламе» в вопросах и ответах есть ответы на эти и многие другие вопросы. Богословско-правовые решения вынесены отделом ФЕД при Муфтияде Республики Дагестан? Имам Хатиб Аль-Багдади, р.е. пишет в своей книге, что действия пророка, алейхи салату ассалям, делятся на два вида. Это то, что считается поклонением, то есть то, что пророк, саллиллаху ассалям, делал как поклонение, и сами действия пророка. И говоря о том, что является поклонением, это является сунной пророка, алейхи салату ассалям, говоря о действиях пророка, это то, что относится к дозволенному, то есть не является желательным. И к этому относится отращивание мужчинами волос. Мы знаем, что у пророка, алейхи салату ассалям, были волосы до мочек, ушей, иногда они доходили до плеч. Это то, что по мазгабу имама шафи'и называется дозволенным действием, но не является желательным. Также говорится, имам Ан-Науи пишет, что бритье головы является нежелательным в том случае, если это вредит человеку. И также отращивание волос, если вредит человеку, то бритье головы является желательным. И говоря о человеке, который совершает, то есть следует в этом за пророком салату алейхи салам, делает это дозволенное действие, то должен понимать, если человек отращивает волосы, он должен за ними ухаживать. Если же он не может это делать, то является желательным эти волосы стричь. И также берется в счет общество, в котором живет человек. Если же большие волосы умаляют достоинства человека, то это является нежелательным в вашей ряду, чтобы не выходить за рамки того, что принято в этом обществе. Взаимодействие между мужчинами и женщинами практически невозможно избежать. И человек, который сталкивается по роду своей деятельности или в жизни с противоположным полом, он должен знать ряд условий. Есть ряд условий, которые диктует шариат об отношении к противоположному полу. Есть такое понятие, как запретный взгляд. И то, на что запрещено смотреть, запрещено также и трогать. Даже если это будет через одеяние, не прямо притрагиваться, не прямо к коже, к телу человека. И подобные действия являются запретными, если у человека появляется в лечении или же вожделение. Исходя из этого, можно сказать, что услуги парикмахера мужчины или же массажиста мужчины в отношении женщин или же наоборот являются запретными по шариату. В отношении соседей возникает очень много вопросов шариатского характера, к которым также относятся, когда человек строит дом, и его окна попадают во двор его соседа. Что же говорит шариат об этом действии, дозволено ли оно или же запрещено? Есть условия, которые, при соблюдении которых это будет дозволенным, и при несоблюдении которых это будет запрещенным. Если человек построил дом, и окна из его дома попадают, или же он хочет построить дом так, чтобы его окна были на двор соседа и так далее, то это является дозволенным по той причине, что у него есть право собственности, и он имеет право ставить окно там, где он пожелает. Но если это окно будет выпирать во двор уже на территорию самого соседа, то в таком случае это будет запрещено. Причиной дозволенности этому является то, что сосед имеет право огородить свой двор, или же даже поставить преграду перед этим окном, чтобы в его двор никто не смотрел. То есть при наличии этих условий люди могут пойти на компромисс, могут договориться, и согласно этим шариатским условиям выстраивать свои дома. Многие люди часто задаются вопросом, как ислам относится к фокусам, к иллюзионизму и так далее. Ученые ислама, такие как Имам Навуи и другие, пишут, что иллюзионизм, фокус и так далее, это то, что является запрещенным в исламе, как и продажа этих книг, и даже продажа этих книг является недействительной. То есть обучение этому, или же преподавание этому, все это является недозволенным по шариату, по той причине, что это, можно сказать, смешано и имеет отношение к обману, это имеет отношение к потере свободного, ценного времени на ненужные, можно сказать, на ненужные фокусы. Удивляюсь я людям, которые влезли в кредит, чтобы сыграть свадьбу. Такого рода шутки гуляют по просторам интернета. Иллюстрируя слова Пьера Дебомарше, я спешу посмеяться над всем, иначе мне пришлось бы заплакать. Потому что многомиллионные долги на свадьбу для многих действительно причина чудовищных стрессов и болезней. О том, сколь эпичен для современников этот день, который иногда повторяется дважды, а то и трижды, в следующем сюжете. Подготовка к свадьбе в Дагестане очень долгий и дорогостоящий процесс. Свадьба бывает только один раз в жизни. Ну, по крайней мере, так задумывают брачующиеся. Именно этим оправдывают свои траты большинство жителей Дагестана. Пророк Мухаммад, саляму алейху салям, говорил, именно агами никахи баракатан айсару гумухнатан. Поистине самые благодатные свадьбы, это те свадьбы, на которых самые минимальные расходы. И вместе с этим на проведение банкета, уже самого непосредственно в Алимы, самой свадьбы, также он указывал сподвижникам пророка, алейху салям, чтобы порезал хотя бы одну барашку и этим самым угостил своих гостей. В том случае, когда уступающих в брак достаточно материальных средств, такие траты еще куда не шло. Но чаще всего дагестанцы финансово не готовы к крупным расходам и перед этим важным событием влезают в долги. Ведь для пышного празднества нужна немалая сумма. Бывает такое, что они берут под проценты, в кредит эти деньги, эти деньги уже становятся недозволенными по шариату. И на всем этом они празднуют мероприятие свадебное для своих сыновей, для своих дочерей. Теперь, если мы зададимся вопросом, какой барракад будет в семье людей, когда первый день совместной жизни проводится в излишестве, в исрафе, и на запретные деньги, если будет играться такая свадьба. Каждая невеста стремится быть неотразимой и не жалеет для этого денег. Некоторые готовы отдать за прокат подвенечного платья сотни тысяч рублей. Передвигаться в этот день молодожены предпочитают с комфортом. На лимузине тоже удовольствие не из дешевых. Роман Мухаммад, саллиллаху али-васалям, завещал мусульманкам, чтобы не просили, не требовали от своих будущих мужей большой махар, то есть большой свадебный дар, чтобы снижали эти махары, и этим самым они будут получать барракад от Всевышнего Аллаха. Помимо проведения самого торжества, свадебная церемония предполагает соблюдение и других обычаев. Подарки родственникам, выкуп за невесту, приданное которой девушка должна принести с собой. Все должно быть организовано по высшему разряду. Уж такие стандарты задает общество. Когда все родственники, родные и близкие, они вообще делают все возможное, чтобы этот день запомнился у всех в памяти. И каждый из них пытается сделать так, чтобы его свадьба была намного круче, нежели чем другие. То есть происходит в процессе нашей с вами обычной повседневной жизни некое такое соперничество друг перед другом. На свадьбе виновников торжества непременно должен встретить профессиональный ансамбль. Танцы гостей и молодоженов сопровождаются тяжелым дымом, искусственным снегом и конфетти. Также украшением торжества служит огромный, роскошно оформленный торт. На сегодняшний день услуги декораторов именно свадеб стали очень актуальными. И на сегодняшний день все практические гости, все те люди, которые организовывают свадьбу, они очень сильно хотят, чтобы их свадьба в первую очередь в отношении декораций, чтобы это было очень красиво, чтобы все было по-королевски. Сегодня мы можем также наблюдать такую картину, когда молодой парень, малая девушка хотят сыграть свадьбу по законам шариата, не выходя за рамки, которые установил Всевышний Аллах, и тем самым не праздновать это торжество, сопровождая музыкой, песнями, танцами и алкогольными напитками. Но родители из-за непонимания всей важности данного вопроса все-таки настаивают и добиваются того, что все-таки молодые люди уступают своим родителям в этом вопросе. Люди, гоняясь за роскошью, соперничая друг с другом и пытаясь выделиться, забывают о самом главном в бракосочетании. В наше время слишком много внимания уделяется мнению окружающих. Однако мусульманам следует во всем стремиться к довольству Всевышнего Аллаха. Смотрите наши программы на YouTube, на канале НТТВ. Наш выпуск подошел к концу. Мы желаем вам всех благ и духовных побед. До новых встреч на новой неделе и только с хорошими новостями. Детский клуб «Аладдин» приглашает своих маленьких друзей весело провести время. Сказочный игровой лабиринт, карусели, батут для самых маленьких, а также огромное количество видеоигр. К вашим услугам кафе, где можно не только вкусно поесть, но и отметить дни рождения своих детей. «Аладдин» – приятный отдых детям по самым доступным ценам. Наш адрес – город Махачкала, улица Магомертагирова, 161. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова